И завершающий образ номер 30. Мы его сейчас увидим. Оп! Про бабушку забыть. Да, я и про бабушку, и про дедушку. Весело было. Ретро. Ну, давайте посмотрим на этот образ. Лола пишет. Добрый вечер, джайк к концу присоединился. Наверняка куча полезного обязательно будет. Во-первых, сохраните себе эту ссылку, потому что полный эфир будет доступен по этой ссылке. А потом мы ещё сделаем отдельные нарезки. Маленькие видео тоже выпустим. Так что, да, действительно, я думаю, вам будет интересно. У нас и сегодня и весело было, и содержательно. Ну, в общем, не менее полезно, чем в первой нашей встрече. Обязательно посмотрите, да. Но попробуйте сейчас включиться именно в описание 30-го образа. Так, давайте, поехали. Угрюмая. Виктория пишет. Таинственная Ольга. Космическая. Загадочная. Мистическая. Холодная. Снова мистическая. А, элегантная. Так, загадочная. Снова. Так. Мистика, загадка. Холод. Таинственная. Мистическая. Сильная. Так. Скрытная. Волшебная. Властная. Так. Мистическая. Элегантная. Богатая. Интуитивная. Отстранённая. Отстранённая. Тяжёлая. Так. Холод. Отстранённость. Угу. Так. Мистическая. Завораживающая. Таинственная. Дистантная. Драматическая. Не от мира всего. Ну, понятно. Ну, что ж. Мудрая. Ух вы. Так. Давайте ещё. Или всё. Всё. Да. Ну, что ж. Давайте посмотрим, что в итоге. Да. В итоге у нас получился образ. В котором очень много мистики, холода, загадки, таинственности, отстранённости. Есть что-то такое тяжёлое, мистическое, властное. Интуитивно мудрое, тяжёлое. Да. Вот. То есть. Я хочу в целом согласиться с вашими ощущениями. Единственное, не согласна со словом элегантное. Потому что элегантное немножко другое. Да. Завораживающее, возможно. Да. Впечатляющее. Мистифицирующее, да, возможно. Но элегантное немножко, так сказать, из другого. Как-нибудь поговорим об этом слове. Потому что мы его сплошь и рядом иногда вставляем, не совсем понимая нюансы его, так сказать, смыслов. А вот угрюмое, тяжёлое, вот это класс. Вот это действительно точно. Угрюмое, тяжёлое, таинственное, мистическое, холодное, загадочное. А что хотел стилист? Наивный стилист предположил, что он делал смелый, роскошный, мистический. Да. Дерзкий. Нет. Самоуверенный. Нет. Но таинственный. Да. То есть в самом уже, в самой формулировке смелое, роскошное, мистическое, дерзкое, самоуверенное, таинственное, уже противоречие. Как так? Смелое, да, дерзкое и в то же время мистическое, таинственное. Вы, девушки, определитесь. Это я нашим мудрым стилистам. Девушки, вы когда образ продумываете, вы попробуйте хотя бы в голове всё это одновременно собрать. Потому что если она смелая, дерзкая и скачет на коне куда-то или сама, как конь несётся, да, смелая, самоуверенная, дерзкая, это одна энергия, да, это как бы одно послание. А если при этом вы хотите передать одновременно мистическое, таинственное, то это, ну, как-то, хоть как-то это надо соединить. Поэтому вот эти два слова, мистическое и таинственное, действительно мы прочитали. Но в самой идее образа много непонимания того, что мы создаём, да. Вот такой винегрет сам в себе содержит противоречия. Поэтому если получилось создать мистическое и таинственное, то к этому ещё мы бонусом получили, да, холод, дистанцию, отстранённость, тяжестью, грюмость, скрытость, властность. Вот эти качества мы все получили. Но о смелости, дерзости и самоуверенности как-то речи не идёт. Какие выводы напрашиваются, уважаемые коллеги и гости? Что важно понять о цветовых сочетаниях в образе для того, чтобы это стало вам полезным в вашей жизни? Как вы считаете, какие выводы сегодня вот, ну, практически мы с вами наблюдали, какие выводы для себя вы сделали, какие открытия, возможно, сделали? Очень интересная была работа группы, потому что, наверное, вы увидели, как появляются повторяющиеся качества, да. И кто-то что-то видит по-разному, да, и, может быть, это в синонимах где-то отражается. Но вдруг, в какой-то момент мы видим, что собирается какой-то общий, единый клубок вот таких вот качеств, которые все видят, да. И повторяется, и повторяется, и повторяется это качество. То есть очень интересно этот процесс наблюдать и в нём участвовать, потому что ты видишь, что, неважно, ты в Камчатке, в Киеве, в Белоруссии, там ещё где-то на Кипре, в Москве, а почему-то есть читаемые качества, которые очень отчётливо присутствуют. Да, вот это вот классное ощущение, которое легко сегодня было почувствовать. А у вас, как, дорогие коллеги?